Субтитры создавал DimaTorzok Раз кучка, два кучка. Число несанкционированных свалок в Бийске растет в геометрической прогрессии. В Алтайском крае началась реализация краткосрочного плана по капремонту многоквартирных домов на 2019 год. В планах регионального оператора замена лифтового оборудования, ремонт и утепление фасадов, кровли, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений, фундаментов. В списке регионального оператора 43 бийских адреса. Общая сумма, которая должна изменить качество жизни собственников жилья в этих МКД – 153 миллиона рублей. Средства пойдут на обновление кровли в 21 доме и замену лифтов в 22 домах. Но позитивные изменения ждут далеко не всех, кто рассчитывал на них уже в этом году. Так, в планах на капремонт кровли в 2019-м не нашли свой дом жители дома 45 по улице Короленко. В 2019-м году я захожу на сайт, думал, что все в этом году нам будет делать кровлю. Оказывается, наш дом перенесен на срок 20-22. Да, нас перенесли с 2019-го года на 20-22-е. Домовая книга. Дом номер 45 по улице Короленко. Год постройки 1976-й. Пятиэтажный. Жилых помещений 70. Формирование фонда капитального ремонта производится на счете регионального оператора. Все началось с того, что несколько лет назад крыша этого дома вдруг начала жить своей независимой жизнью. И каждый год улетает при первом же удобном ветреном случае. Два года назад Сергей сфотографировал беглянку в соседнем дворе медицинского училища. Вот я специально снял 28 декабря 2017 год. Вот это в сторону медучилища, срезая деревья, слетает наша кровля. Вот такой результат получается этой кровли. Благо, что не на эту сторону снесло, а снесло на сторону противоположной, где медучилища. Благо, никого там не убило во время НВП. Это просто чудо. В прошлом году на возвращение беглой кровли собственники жилья в доме 45 по Короленко с лицового счета дома потратили почти 200 тысяч. Планы на текущий ремонт дома, естественно, были изменены в ущерб прочих нужд. Вот отчет по дому за 2018 год Короленко 45. Из всех цифр нас интересуют вот эти, которые объединены мной. Получается, на ремонт металлической кровли и мягкой кровли потрачено 160 тысяч в общем счете. Чуть больше 160 тысяч рублей. Для чего? К деньги можно было просто заменить тепловой узел, который в этом году мы будем менять. Еще в прошлом году Сергей и его соседи были абсолютно уверены в том, что в 2019 дом наконец-то обретет новую кровлю. В списках на этот год он значился несколько лет, но срок подошел, а очередь отодвинулась. Не проводилось на доме за это время, по словам собственников, и никаких дополнительных технических экспертиз. Впрочем, без каких-либо бумаг и даже не поднимаясь на крышу, видно, в каком она состоянии. Всправедливости ради стоит отметить, что в администрации Сергею дали одну подсказку, чтобы успеть вернуться в очередь на свое законное место. Администрации мне сказали в ЖКХ в отделе, что если будет гарантийное письмо о кратчайшем сроке внесения, то можно еще в этом году успеть, чтобы вас поставили на 20-й год конкретно, на 20-й год. То есть еще было время до заседания комиссии краевой, которая принимает решение, какой дом в каком году будет ремонтироваться, мы могли успеть. Я приехал в управляющую компанию и попросил, дайте, пожалуйста, я не требую от нас ничего, ногой не топаю, дайте, пожалуйста, это гарантийное письмо как можно быстрее в край, чтобы мы попали в 20-м году. Мне отказали в этом. В гарантийном письме, который от управляющей компании Сергей так и не получил, должна была содержаться информация о состоянии кровли дома, то есть фактически техническое описание и указание стадии износа. Но, увы, нет письма, нет очереди. Опускать руки жители дома не намерены и готовы бороться за его ремонт хотя бы в 2020-м. Проходит время, я узнаю, что наш дом поставили сейчас в настоящий момент на 21-й год. Но гарантии никто не дает, что в 21-м году крышу нам сделают. Так и говорят, будут более проблемные дома или что-то аварийное, вас просто отодвинут еще раз, как уже отодвинули. Все, поэтому терпение лопнуло. Надо было просто подать в комиссию дополнительный пакет документов и все. И нас бы внесли на 2020-й год. В этот год здесь запланирован текущий ремонт общедомового теплового узла. Значит, деньги на счете дома есть и со сборами нет проблем. Да и каждый год находятся кругленькие суммы на латание кровельных дыр и шатров. Сергей уверен, что если бы сложить все эти ежегодные затраты, уже можно было бы новенькую крышу построить. И только благодаря тому, что счет на доме стабилен, пятые этажи еще никуда не уплыли во время дождей. Пятые этажи молятся, чтобы их не топили. И понимаете сами, сейчас мы спланировали ремонт теплового узла, еще что-то. Деньги на доме есть, дом находится в плюсе. На счете есть деньги. Но нам приходится какую-то часть на всякий случай оставлять. Эти шатры, если опять снесет, мы же не позволим людям, чтобы их топило. И нам придется или в минус заходить, то, что мы накопили для других работ, и тратить эти деньги опять на эти шатры. Зачем? Я вот чего боюсь. И пятый этаж-то я по входу-то иду, они все и говорят, что будем делать. Что будем делать? Деньги тратить с дома. Очередной раз. Далее в программе. Раз кочка, два кочка, число несанкционированных свалок в Бейске растет в геометрической прогрессии. Из споров и разговоров рождается истина. Но это где-то там. А у нас говорят, говорят и снова совещаются и снова говорят. О недостающих контейнерах, об уборке вокруг мусорных площадок. О том, кто и что в конечном итоге должен делать в рамках мусорной реформы. Только воз и ныне там. Целый такой воз мусора, да еще и с горкой. Загаживаются не только бейские пустыри. Сосновый бор в городской черте прямо на глазах превращается в полигон хранения ТБО. У жителей домов, прилегающих к таким вот загаженным территориям, есть свое объяснение, почему все так, а не иначе. Если раньше даже у меня строительный мусор после стройки остается, я брал в прицеп, его сгружал, уезжал на свалку и выкидывал мусор. Мог жетончики определенные взять, мог на свалке договориться на проходной и выкидывал строительный мусор. То теперь, насколько мне известно, это запрещено сделать. На городскую свалку могут попасть только те машины пропускают, насколько я помню, насколько у меня есть информация. Которые обслуживают эту свалку, есть определенный собственник. А так как людям, как-никак все равно стройка у всех идет, им на свалку не пускают, они едут и вот так вот вываливают все это. Виды можно показать там домашние животные. Умерла корова, девать некуда. На свалку не пускают куда? В лес. Идешь, дышать невозможно. Шифер, доски. Ну, можем сейчас это все показать. Основное бедствие это стало вот именно после Нового года, зимой, когда особенно мусорные баки запретили. Частные не вывозили домов. Было месяца два конфликт. Людям девать некуда. Куда? Все ехали вдоль леса, в лес выкидывали. И сейчас это все расставило, это все в таком виде и находится. Везут сюда, в Заречье, все и отовсюду. Целыми машинами. Подбрасывают пакет другой с мусором и сами зареченцы, забывая поговорку, что даже цыган не ворует там, где живет. Приводя на наш случай, не гадит. Повторимся, любому поведению есть объяснение. И формулируется оно одним словом – безысходность. Но объяснить не значит оправдать. Сейчас смотрите, какая ситуация. Сейчас у нас приходит машина, насколько мне известно, два раза в неделю. Подходит в определенное время КАМАЗ. Машина, люди с частного сектора подходят туда, там, со своего района. 36-70, однако, это стоит сейчас с квартиры. И суть какая вопроса. Кто, допустим, бабушки или там пожилой возраст, либо сильно молодые, они успевают в это время. Допустим, на 8.20 машина подошла, пять минут стоит и уехала. Все. Многие люди, которые работают, некоторые не успевают по каким-то причинам. И они подошли, а машина уже вот она поехала. Она останавливаться не будет. И они, естественно, находясь в руках вот этот мусор, свои там, два пакета мусора, они его домой не несут. Они машина ушла, они посмотрели, все разошлись, хоп, на берег к нам, вывалили, и все. Евгений из тех бейчан, что не мерятся и сами, не дожидаясь указки сверху, наводят порядок там, где живут. Ну, мы вот, лично я, живем на берегу реки. Так как из дома выходишь, это неприятно лицезреть, нанимаем трактор. Два раза уже нанимали за последние два года трактор, который весной это все растает, пакеты кидают, за зиму туда накидают. Утром растаяло, что-то в свой бак влазит, что-то нет. А есть такие вещи, там, диваны, говорю, выкидывают, кресла какие-то старые. Мы нанимаем и чистим за свой счет, у нас весь район так. Я не один, как бы, такое могу это подтвердить. Нанимаем трактор, технику и вывозим это. Мне кажется, можно эту проблему как-то решить всем городом. Главное – организовать. Нужно как-то это организовать. И люди пойдут, я пойду, и люди пойдут. Жители, все гуляют, всем охота в чистом воздухе побыть. На первом участке, да, на первом участке, там лес чистый. Возле зари, там какие у нас планетарии. Там чисто, я не так давно там были, гуляли. А вот наша заречная часть города, она никому не нужна. Здесь постоянно это теперь стало. Вот проблема. Но даже такому организованному движению борцов за чистоту города понадобится помощь и администрации, и предприятий. Мало собрать, надо вывезти. А значит, понадобятся талоны на вывоз на полигон ТБО. А туда доступ сегодня открыт только транспорту регионального оператора. 15 мая завершился официальный месячник по благоустройству. Но на некоторых улицах города до сих пор лежат аккуратно сложенные мешки с собранным мусором. До сих пор вывозы не дождались. А между тем, в сентябре Бейск будет отмечать юбилей – трехсот десятилетия. На наведение порядка осталось три месяца. Неплохо бы поторопиться с уборкой. Смотрите программу «Коммунальный рейд» на странице Бейского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бейский город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бейский рабочий» bwork.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...